Ну, мы видели, что с явным преимуществом победил в предыдущем поединке Залим Хотов. Еще одна победа сборная команды России в лично-командном первенстве Евразии. А мы уже смотрим следующую категорию, более тяжелую. Финал в весовой категории до 75 килограммов. С красным поясом Азамат Гозов, сборная команда России 2. Также из Кабардино-Балкарии, воспитанник Заура Конукова, так же, как и предыдущий спортсмен, одержавший победу. А вот его соперник Салам Кулаев, воспитанник Чеченского регионального отделения Международной Федерации ФСФ. Интересно, что эти соперники встречались и в предыдущем поединке на чемпионате России. И в том поединке Салам Кулаев, напомню, он с синей повязкой, синим поясом. Так вот, Салам, предыдущий поединок, их очную встречу проиграл. Сейчас он пытается взять реванш. Уже второе замечание за пассивное ведение боя. Объявляется спортсменом. Но счет на табло, если вы заметили, 1-0. Это значит, что уже все-таки победитель так или иначе будет определен в этой схватке. Потому что только если счет 0-0, то, может быть, победа оба спортсмена будут дисквалифицированы. И победа не будет никому присуждена. То есть в такой уникальной ситуации может не присуждено быть ни первого, ни второго места. Но такого уже не будет. Чем отличается полноконтактный рукопашный бой от других направлений рукопашного боя, которых мы с вами видели неоднократно, в том числе и на нашем канале? Ну, прежде всего, сразу бросается в глаза отсутствие защитного шлема на голову. В разных версиях рукопашного боя различный шлем применяется. Где-то с масками железными на лицо, где-то без них. Но все-таки шлемы присутствуют везде. Здесь мы шлемов не видим. Это делает полноконтактный рукопашный бой значительно ближе к такому превышенному нам ММА и Панкратиону. Но в то же время сами правила, вот если не брать экипировку, сами правила, они, конечно, явно указывают на корни этого направления именно из рукопашного боя. В предыдущем эпизоде было сбивание, было неоценено. Сидите, пожалуйста, с вами. Благодарю. Проглашайте. Спортсмену с красным поясом присужден балл за сбивание своего соперника на пол. Дело в том, что по правилам FCF, любой перевод соперника в партер, будь то броском, подсечкой или даже простым толчком, оценивается в один балл. Просто если бросок амплитудный и с приходом на спину или на бок, это оценится уже в два балла. Но в принципе, даже если толчок... Есть, правда, такое небольшое замечание. Если толчок был следствием атакующих действий, то есть, а не случайным образом, как-то так вот, не знаю, там, один оступил, второй немножко в возне подтолкнул. Вот это тоже любопытное отличие, потому что такого пункта в правилах других направлений рукопашного боя нет. Ну, я хочу сказать, что вообще федерация международная, АФ, FCF, International Federation Full Contact Fighting, существует, в общем-то, достаточно непродолжительный промежуток времени. В 2003 году, в конце 2003 года она зарегистрирована, тогда в нее входило 80 стран, как сейчас, я уже говорил, 14, и еще три страны подали заявки о вступлении в эту федерацию. Хотя, чуть раньше опыт появления этого направления возник из российского отделения, на основе которого Международная Федерация, собственно, и создана. С 1999 года была зарегистрирована Федерация Российская полноконтактного рукопашного боя. Вот, реализовалась Международная Федерация. И, знаете, если верить официальным данным, вроде бы как эта федерация АФ, FCF, на данный момент единственная Международная Федерация любительского рукопашного боя. Потому что все многочисленные лиги ММА, которые мы знаем и поединка только наблюдаем, это все либо профессиональные лиги, либо какие-то международные, то есть федерации других стран, или там российские федерации рукопашного боя. Но вот организаторы говорят, что АФ, FCF – это единственная в мире любительская международная организация такого вот полноконтактного направления, то есть единственная всемирная любительская организация ММА, если вот так вот можно сказать. Я не проверял эту информацию, но даже если это и не так, все равно мы знаем, что ММА все-таки в мире развивается как профессиональное направление, а любительские направления пока не очень развиты. Хотя вот я точно знаю, что существует много направлений любительского панкратиона в мире, боевое самбо имеет направление любительских, не только профессиональных, но любительских правил, даже основное направление – это любительское направление. И на соревнованиях по боевому самбо активно выступают представители других стран. Вот еще, кстати, одно отличие любительских направлений от профессионального. Вы обратили внимание, щитки на голень. Профессионалы выступают без щитков. Вы знаете, устал-устал Азамат Гозов, спортсмен с красным поясом, напомню. И Салам Кулаев пока выглядит попредпочтительнее. Мало того, что он и по очкам выигрывает, но в целом, вот потому, как идет поединок, и особенно потому, как сейчас он ведет бой. Удары коленей в корпус, но они не оцениваются, потому что защищается руками. Спортсмен. Перевод опять-таки в партер. Но знаете, что хочу сказать? Не очень хорошо удается спортсменам преследовать своего соперника в партере. Ох, какое рассечение в самом-самом... Практически на последних секундах поединка. И непонятно, не было заметно, как это произошло. Скорее всего, конечно, головами стукнулись. Немножко такое жутковатое зрелище. Но я думаю, что сам спортсмен не очень этого замечает, потому что его только что обвинили одновременно.